Индустрия видеоигр очевидно сфокусирована на извлечении прибыли, но пока крупные издатели заняты поиском новых манипуляционных способов преувеличения дохода, эта инди-студия выбирает свой путь. Сегодня мы познакомим вас с Operation Harsh Doorstop. Амбиции этой игры невероятны. Крупномасштабные сражения в самых разнообразных сеттингах, управляемая наземная и воздушная техника, кастомизация, разрушаемость и полная поддержка моддинга. Фактически команда инди-энтузиастов под руководством англоязычного блогера BlueDrake42 создает эдакую площадку для креатива самого сообщества. И все это бесплатно, без микротранзакций и батлпассов. Сейчас, однако, из перечисленного в игре можно увидеть немного. Система строительства, легкая и тяжелая техника, кастомизация оружия и персонажа пока это лишь планы, ранние наработки которых разработчики часто публикуют в соцсетях. Тем не менее, уже в текущий прототип версии доступны локации в сеттингах Второй мировой и Вьетнамской войн, вымышленных конфликтов между Советским Союзом и НАТО в Афганистане, а также современных боев между ЧВК и повстанцами. Еще больше сценариев находится в планах, а группы мододелов уже на этой стадии начинают прорабатывать свои варианты. Война в Югославии, Первая Чеченская, Гражданская война в Испании и многие-многие другие. Кроме PvP-мультиплеера, в игре будет и возможность играть с ботами, что в особенности является большим плюсом для кастомных режимов, где не всегда может быть высокий онлайн. Таким образом, Operation Harsh Doorstop и вправду может стать игрой обо всем и сразу, ведь если вашего любимого оружия или техники, желанной локации или персонажа нет в основной игре, можно добавить их самостоятельно или же скачать готовую модификацию. Однако не стоит недооценивать и самих разработчиков из Дрейклин Лабс. Заручившись поддержкой команды ISMC, которую вы могли знать по одноименному моду для Insurgency Sandstorm, они создают поистине интересный продукт. Автор игры, Блудрейк 42, рассказал, что ему надоело лишь говорить о том, как крупные издатели выуживают деньги у игроков, не повышая качество самих игр. Теперь пора показать делом, как, по его мнению, должны создаваться игры. Это и есть цель всего проекта. Вместе с игровым сообществом создать достаточно качественный тактический шутер, способный конкурировать с большими разработчиками и издателями. Operation Harsh Doorstop не только полностью бесплатный шутер с геймплеем в духе Squad, Hell Let Loose и Project Reality. Это целая платформа как для официальных, так и для фанатских тактических сценариев, но пока еще только в стадии прототипа, и ссылаясь на дорожную карту студии, выход в ранний доступ запланирован на середину этого года. Однако прикоснуться к Harsh Doorstop можно уже сегодня, поддержав авторов на Patreon. Ведь именно так и финансируется студия, и более полутора тысяч игроков поддерживают инди-создателей прямо сейчас. Отчасти также помогают продаже еще одной их игры, Warfare 1944, которая по совместительству является тестовым полигоном Harsh Doorstop, так как делит общий с ним SDK и исходный код. А еще в прошлом году издателем Harsh Doorstop стала компания Microprose. Но опять-таки, после релиза игра будет абсолютно бесплатной, и в том, что релиз состоится, нет практически никаких сомнений. Вопрос лишь в том, действительно ли геймерское сообщество способно посоревноваться с крупными игроками гейм-индустрии. И сможет ли релиз Harsh Doorstop хотя бы немного повлиять на ее курс. И на эти темы мы предлагаем поговорить в комментариях. Напишите, что вы думаете об Operation Harsh Doorstop. Не забывайте про лайк и наш дискорд. Спасибо за просмотр и увидимся уже скоро!